— Знаете, вот это всё уже больше всего похоже на какой-то театр абсурда. — Господин Фок, а вот я, как гражданка Республики Молдова, вот сижу и задаюсь вопросом, и вам хочу задать этот вопрос. Вот я сидела и думала, вот учитывая то, что господин Снегур в 92-м году подписал документ, которым разрешил присутствие российских миротворческих сил на территории Молдовы, после того, когда господин Лучинский подписал межгосударственные договоры с Приднестровьем, тем самым фактически признавая Приднестровье, какие аргументы могут тогда привлечь, и они сегодня, к ним нет никаких вопросов, какие тогда аргументы могут быть господину, что он мог такого сделать, что его можно привлечь по статье госизмена? — Я не являюсь прокурором. — Знаете, тут в прессу попали определенные листы бумаги, по которым, кажется, он на какое-то заседание в Евросоюзе получил какой-то текст, который должен был его прочитать. Насколько я помню, ну это как пример. — Я думаю, что если дали в прессу... — Ассоциацию Евросоюза мы подписали, даже не проведя референдум. То есть эти примеры можно... — Понятное дело, можно дать примеры с любой стороны. Я не могу озвучить то, что государство на данный момент имеет право выдвинуть такое обвинение господину Додону, либо не имеет. Мы не изучали дело, мы не видели четких доказательств того, есть это или нет. Но проблема ставится, почему вот именно сейчас, когда очень накаленные страсти, когда мы четко видим, что возле нас идет полноценная война, недалеко от нашей территории, как вы говорите, есть те же российские миротворцы, и четко мы знаем, что господин Додон является доверенным лицом, так скажем, Российской Федерации. Мы пытаемся каким-то образом это все спровоцировать, либо мы пытаемся пойти на некоторый прямой или непрямой шантаж. Ребята, ну смотрите, давайте вы потише тут с вашими протестами, или что хотите сделать, потому что у нас есть определенный досье. Такую практику, к сожалению, мы не можем доказать, что вот прямо такие планы у действующей партии, но и не можем ее исключить. И как они работают в последнее время, и по правительству, и вот по делу господина Додона, и не только, и по Таубер, и по Шору, знаете, возникают вот именно такие вопросы. Почему сейчас, почему по тому же делу миллиарда мы слышим только о двух личностей, а где все остальные? У нас были два рапорта. Кролл, Кролл-1, Кролл-2, там столько компаний, сколько имен, а мы тут держимся только за тех людей, которые связаны с политикой и являются лидерами определенных партий политических.